Казалось, что может быть легче. Посадил семена моркови, поливал и совсем скоро собрал рыжие хрустящие корнеплоды. Но уход за морковью в процессе и после посадки требует большего внимания и усилий. О том, как ухаживать за морковью после посадки, какие методы применять, а также какие есть секреты выращивания моркови в открытом грунте, вы узнаете из сегодняшней аудио статьи. Краткие факты о моркови. Морковь – это одна из основных овощных культур, часто выращиваемых в открытом грунте на дачном участке. Она не только вкусно используется в большинстве блюд, но и насыщает организм человека витаминами, эфирными маслами, минеральными компонентами, микроэлементами, фосфолипидами и стеринами. Именно в моркови содержится вещество, которое благотворно влияет на работу сердца – опигенин. Мало кто знает, что мелко натертой морковью даже можно залечивать ожоги, заживлять мелкие ссадины и гнойные раны. Как же ухаживать за морковью в открытом грунте, чтобы получить этот клавиш витаминов? Морковь, несмотря на минимальную простоту в уходе, очень привередливый корнеплод. Ей необходимо постоянное внимание и уход. Методы ухода за морковью. Рыхление почвенной смеси. Регулярный полив. Необходимые подкормки. Прополка и удаление сорняков. Профилактика вредителей и болезней. Прополка, рыхление и полив – это смежные процедуры. Их выполняют часто вместе, потому что на участке может образовываться почвенная корка, из-за чего вода и воздух не проступают к корневой системе и корнеплоды мельчают. Для предотвращения ее появления можно обрабатывать почву торфом, то есть мульчировать. Уход за морковью после посадки. Уход за морковью после посадки требует большего внимания, так как морковь должна прижиться. Как только появятся 2-4 листочка на поверхностной части моркови, нужно провести первое рыхление. Процедуру лучше всего выполнить после дождя или же полива. Второе раз рыхление почвы нужно провести через 2,5 или 3 недели. Морковь может формировать уродливые корнеплоды. Их эстетичность зависит как раз от прореживания. Как провести прореживание моркови? Для начала грядку нужно полить, выдернуть ненужные растения, то есть сорняки удалить. Вытягивать их не вверх, а вбок, или начинает образовываться боковой корень моркови и она станет рогатой. Проводить прореживание нужно в вечернее время. Морковный запах может привлекать вредителей. И заглушить его можно компостом. Полить после прореживания снова. Как поливать и подкармливать морковь после посадки? Поливать нужно умеренно и регулярно. Корнеплод не любит чрезмерной сухости или влаги. Часто морковь поздно формирует урожай. Период вегетации длится от 3 до 5 месяцев. Нарастание корнеплодов начинается после окончания роста листьев, то есть последнюю четверть вегетации. В период роста необходимо проводить обильный полив, но давать почвенной смеси просохнуть. В жаркие дни вода быстрее испаряется, поэтому морковь поливают 2-3 раза в неделю. Подкармливать морковь после посадки нужно несколько раз. Это один из секретов выращивания красивой и вкусной моркови. Чем никогда подкармливать морковь? Подкормка через месяц после всхода. Одна столовая ложка нитрофоски на 10 литров воды. Подкормка через две недели после первой. Ингредиенты аналогичны. Подкормка в начале августа калийными удобрениями. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудио статью. Продолжение следует...